Дорогие друзья, всем большой-большой привет! Сегодня готовим изумительное блюдо в духовке. Мягкие и нежные внутри, с хрустящей загорелой корочкой сверху, пирожки с сочной, очень вкусной начинкой. А начнём мы с приготовления теста. Такое тесто уже неоднократно на канале появлялось. Будем муку заваривать как бы кипятком. В итоге получится тесто мягкое, нежное, оно не рвётся, с ним очень удобно готовить. В общем, никто и не пробовал, очень рекомендую. Здесь у меня 500 граммов муки. Добавляю чайную ложку сверху соли, перемешиваю. И вливаю 250 мл кипятка. Только что вода скипела. Размешиваю лопаткой, так как пока горячо. И вот таким образом перемешали. И добавляю 3 столовые ложки растительного масла. И теперь уже руками замешиваю тесто. Оно тёплое. Ну, уже, точнее, горячее, я бы сказала, но не обжигающее. Вполне можно уже месить. Так, и вот, когда тесто собралось в шар, перехожу на стол и повымешиваю минут 5-7. И в итоге получается вот такое тесто. Совершенно не липнет к рукам. И муки я больше не подсыпала. Очень мягкая, податливая, приятная. Станет ещё мягче после того, как отдохнёт. Кладу в пакет. И минут на 20 оставлю полежать. А пока приготовим начинку. Здесь у меня фарш и картошка. Я беру один к одному по 500 граммов. Фарш можно взять смешанный, говяжий, свиной, куриный. В общем, кому какой больше нравится. Картошку нам нужно натереть на крупной тёрке. Картофель я чуть отжимаю и добавляю к фаршу. И тоненько четвертинками нарежу лук. У меня 3 небольшие луковицы. Добавляем лук, картошки и мясо. Солим. И добавляем специи по вкусу. Я добавлю чёрный молотый перец. Сладкую паприку. И зиру. Кому зира не нравится, то просто не добавляем. Я сначала вот так хорошенько помну лук, чтобы он стал немножко мягче. Ой, убежал. А затем уже буду перемешивать. Возвращаемся к тесту. Тесто полежало. Смотрите, стало совсем-совсем мягким. Очень приятным. Я тесто разделю пополам. Так как у меня здесь нету таких пространств, чтобы такой огромный пласт раскатать. Ну, кого позволяет пространство, то можно раскатать сразу здравущий-здравущий пласт теста. Тесто убираю. Чтобы не добавлять больше муки, я стол смажу тоненько растительным маслом. Само тесто тоже немножко смажу. Ну и раскатаю тонкую-тонкую лепёшку. Тесто слегка смажу растительным маслом. Тогда в итоге рулетики, такие пирожки, получатся слоёными. И теперь можно вот таким образом немножко потянуть и сделать тесто ещё потоньше. Аккуратно, чтобы не рвалось. В итоге получается вот такой тоненький пласт теста. И теперь нам нужно его разрезать на квадратики. Примерно 12-15 см должна быть одна сторона. Я краешки вот эти неровные обрежу. Потом ещё раз их раскатаю. Так, ну и теперь на каждый квадратик выкладываем начинку. Формируем вот такую продолговатую котлетку. Сначала с двух сторон заворачиваем уголочки и заворачиваем в трубочку. Так, и в итоге получается вот такой симпатичный пирожок. Если тесто получилось толстовато, вот особенно в серединке, то его можно прямо вот здесь на столе немножечко вот так сделать потоньше. Так, подтянуть. Опять. Начинка. Духовка у меня разогрета на 180 градусов. Выкладываю трубочки на противень. Сам противень я смазала растительным маслом. Можно смазать сливочным маслом по желанию. У меня даже вот все трубочки не уместятся. Чувствую я. Сами трубочки ещё сверху можно слегка смазать растительным маслом. И отправляем в духовку сначала минут на 10-15. Так, теперь достаем. Видите, они слегка подзолотились за это время. Ну и самое главное, образовалась вот такая приятная корочка снизу. Теперь вливаем прямо на противень горячую воду или бульон. Примерно на 1 треть высоты пирожков. И ставим обратно в духовку при 180 градусах. Начинка должна пропариться хорошо и полностью приготовиться. Понадобится примерно минут 20-25. И вот такая красота готова! Пирожки мягкие внутри, с хрустящей корочкой сверху. Начинка очень сочная, ароматная. Картошка нежная. Ну, просто очень вкусно! Как вариант подачи, можно разрезать пополам и вот так горочкой выложить на блюдо. Попробуйте приготовить! Я от всей души желаю вам приятного аппетита! Ставьте лайки и подписывайтесь на канал! До новых встреч! Пока-пока! Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok